Всем привет! Я сегодня в нашей старой поликлинике. Даже я на своем не самом длинном веку жизни в этом городе, я здесь там лет 13-14, я очень хорошо помню, как посещал это здание. Смотрите, как здесь сейчас. Главный вход. Регистратура. Здравствуйте, простите, а гинекологическая на каком этаже? Ну и коридор вперед. Там я не знаю что, но смотрите какой ажурный проем. Это другой коридор вдаль. Здесь такое характерное какое-то место, постапокалиптичное. Книги какие-то разбросаны, чьи-то карточки. Здесь вон сатанисты побывали. Вот родители, посмотрите, сегодня наверное ваш ребенок учит уроки, какие-то стишки читает, а вечером выходит и рисует пентаграммы на стенах заброшенной поликлиники. Не знаю, какая-то, наверное, еще одна регистратура, потому что вот окошечки. Смотрите, здесь кого-то тащили по полу. Идем посмотрим. Тело тащили, которое вот этот коньяк пило, наверное. Посмотрите, какой прикольный бассейн. И там вон алые паруса. И пробка как от термоса старого, только большая. Ну тут уже вообще темно, я без фонаря. Звуки стрёмные, всё как-то капает сверху. Какая-то вода под потолком, что ли, я не пойму. Там вон унитаз. Здесь душ. В таком состоянии потолок. Хотя это просто и визу краска во фронте. И здесь большая чаша бассейна. В общем, хорошая такая чаша по размерам. Формата нашей детской чаши в дельфине. Посмотрите на качество укладки плитки. Абсолютно вся плитка на стенах целая. Хотя при подходе сюда все помещения в хлам убитые. Пошли на второй этаж посмотрим. Вот чей-то кабинет. Время ничего не щадит. Ну кроме вот этой. Украли вазон от цветов. Дерево высыпали. Вон грунт под форму вазона. Вазона нет. В этой части так более-менее всё целое. Светло даже в чём-то позитивно. Мы здесь не просто так. Это в составе одного проекта. Возможно и не одного проекта, в котором будет задействована наша старая поликлиника. И возможно это такой первый шаг к её возрождению. Возрождению не как медицинского учреждения, а как просто объекта, который наконец-то снова будет использоваться в городе. В двух словах расскажу вам, что это будет за мероприятие. Итак, к нам приедут 200 студентов-архитекторов со всей Европы. Приедут в конце мая и проведут здесь две недели. Это событие, так называемый Малый Сезам, будет происходить в Украине впервые. Впервые за 30 лет существования Европейской Ассоциации Студентов-Архитекторов. Простите, читаю с бумажки, потому что забуду точно что-то. Обычно всегда такие события происходят в каких-то заброшенных объектах. И философия этого, чтобы вдохнуть в эти заброшенные объекты жизнь. И вот в этот раз они будут жить в нашей поликлинике две недели. И вот за весь период этого события, кроме того, что будет в принципе происходить интересного, разные события, тренинги, мастер-классы, под это дело часть поликлиники будет слегка отремонтирована и пригодна для подобных событий. Это плюс. Организовывает все АРР, наше агентство регионального развития. И, честно говоря, без них бы этого не произошло. Потому что вот фестиваль 86, который вы все помните, он уже не проходит у нас в этом году. Но именно с их стороны пришла возможность вот этого малого Сезама, вот этого события с 200 студентами-архитекторами. И еще, друзья, хочу вам донести главную суть этого события. Вся ценность не в том, что эти 200 студентов здесь оставят или сделают, или еще что-то такое материальное. Вся ценность в том, что в принципе событие такого плана у нас происходит. Именно вот это самая главная ценность. Это значит, что славутичане, которым это надо, смогут познакомиться с тем, с чем они нигде бы больше не могли бы познакомиться. Это такое своего рода самообразование, что ли. И второе, это то, что на такие события, а это в принципе трендовое событие по меркам Европы, на него всегда обращает внимание общественность. Вот это ценность. Ну, в двух словах все. В двух словах все. Дальше следите просто за новостями со стороны АРР. Это все всегда качественно доносится. Надо просто, просто хотеть эту информацию получить. Все, пока.